МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Смотрите выпуски. Полпредприволжского округа в Удмуртии. Что посмотрел Игорь Комаров в Ижевске? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Федеральный бюджет поддержит республику. Депутат Исаев рассказал, на какие объекты будут деньги. Ботовая техника в награду за что и кого сегодня примировали в столице республики. И день республики продолжается. Можга в центре внимания. Что мы узнали об этом городе, поделимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Удмуртию приехал полпредпрезидента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. После назначения на должность, это его первый визит в столицу нашей республики. На совещании в резиденции главы республики обсуждали вопросы здравоохранения, обеспеченность кадрами, состояние муниципальных дорог. Также речь шла о готовности региона к реализации новых майских указов президента и о национальных проектах, которые стартуют в 2019-м. Практически во всех Удмуртии будет представлено. Мы обсуждали действительно готовность региона к выполнению одной из ключевых задач, которая сейчас стоит перед страной, перед регионами. Это обеспечение серьезных темпов социально-экономического развития, прорыва в области экономики и в социальной сфере. И серьезно было, считаю, профессиональное и откровенное обсуждение. Очень важно для нас, чтобы сделать этот качественный шаг в социально-экономическом развитии. Помимо здравоохранения, мы, конечно, обратим внимание и на рынок жилья, и на обеспечение кадрами, и, безусловно, на создавшуюся ситуацию с очередями в дошкольные учреждения. В 2019 году мы готовы, в первую очередь финансово, несмотря на по-прежнему тяжелую ситуацию с бюджетом. Мы зарезервировали необходимые средства. Больше того, скажу, и я буду просить об этом, Игорь Анатольевич, вас поддержать. Вот в этих точечных отдельных проектах, которые самые острые для нас, как сосудистый центр, мы готовы дополнительно выделять средства. А начал полпред свою рабочую поездку в Ижевске с посещения учебных заведений. Еще в марте президент страны Владимир Путин предложил запустить проект ранней профориентации в школах. Как в Удмуртии работает это направление, показали полпреду. Все подробности в сюжете Альбины Брегжаниной. Свой визит полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров начал с 29 лицея. Это первое звено в цепочке школа-вуз-предприятия. Эксперимент по ранней профориентации здесь начали еще 10 лет назад, открыв специализированный класс для подготовки кадрового резерва нефтяной отрасли. В 2015-м добавился еще и класс Ижевского электромеханического завода. В привычном расписании лицеистов появились дополнительные профильные уроки математики и физики. Им преподают инженерную графику и технический английский язык. В ИЖГТУ для занятий предоставляют лабораторию. Кадры для себя надо готовить тоже. То есть не может сегодня уже школьник, который не изучал тщательно физику, математику в школе, приходить к нам и успешно хорошо учиться. Но не может. Все совершенствуется, все развивается. В том, что все эти ребята поступят в вузы, сомнений нет. На бюджетные места его выпускники поступают почти 100%. Кроме того, по статистике, больше половины продолжают обучение по выбранному в лице и профилю. А вопрос только в том, куда поступать. К примеру, в Бауманку или ИЖГТУ. Тем, кто закончит столичный вуз, открываются двери для трудоустройства в самый важный для завода отдел – головное конструкторское бюро в Москве. Тем, кто выберет Ижевский вуз, тоже гарантировано рабочее место на оборонном предприятии. Мы надеемся, что когда они будут поступать, они выберут профильные направления, важные для нашего предприятия, и будут поступать по целевым направлениям, и учиться, и вернуться работать на наше предприятие. Всего в Удмуртии сегодня создано 280 профильных классов абсолютно разных направлений. В них обучается 5000 школьников. 25 предприятий-партнеров помогают школам сделать обучение в этих классах более качественным и современным. С учетом того, что мы на 2019 год на Центр одаренных детей получаем крупную сумму денежную, это 209 миллионов, мы имеем возможность развить вот эту как раз систему. Дополнительные лаборатории, оборудование, на которые будут заниматься дети вот из подобных классов. То есть для них есть перспектива. Вузы тоже ориентируются на запрос предприятий, рассказали полпреду уже в ИЖГТУ. По системе индивидуальной подготовки специалистов здесь обучают будущих сотрудников крупнейших заводов республики. Павел Яхлаков 4 года назад осознанно выбрал оружейный факультет. Хотя до его окончания еще полтора года он уже уверен в своем будущем. Я уже целевик концерна Калашникова, буду инженером-технологом и планирую продолжать карьеру именно там. Целевое обучение не дает стопроцентной гарантии, что студент придет работать на конкретное предприятие. Об этом уже говорили во время визита Игоря Комарова на Ижевский электромеханический завод. Для того, чтобы это случилось, здесь постоянно придумывают новые меры поддержки молодых специалистов. Альбина Валикжанина, Дмитрий Варановнен, Андрей Бусыгин, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Основы обучения будущих специалистов закладываются еще в младшей школе. Сегодня мы познакомились с заслуженным педагогом России. Учитель, которая за 40 лет трудового стажа дала путевку в жизнь сотням выпускников, работает в 87-й Ижевской школе. Причем узнали мы о ней благодаря родителям. Александр Демидов расскажет. Стряхнули наши пальчики, молодцы, и третий раз. С такой небольшой утренней разминки в третьем Г начинается урок. 29 пар глаз внимательно следят за своим учителем Александрой Сайтеевой. За три года для ребят она стала наставником и любимым педагогом. Она все подробно объясняет, я сразу все понимаю. Я думаю, что, по-моему, это самый лучший учитель в мире. У меня мечта есть. И чтобы не исполнить, надо мне очень много знать, получить несколько высших образований. В нашей школе есть такие учительницы, которые берут и говорят просто делать самому. А Александра Николаевна все приносит с номером и подзывает все в доске. Рассказать всей республике о педагоге попросили благодарные родители. Написали Александру Бричалу в соцсетях о том, что Александра Сайтеева из династии педагогов. Трудовой стаж уже 43 года. В школе 87 работает 25 лет. И за это время стала наставником не только для детей. Она не только наставник детей и учитель детей. Она учитель молодых специалистов. Она является наставником молодых учителей. Она учит нас, как каждому ребеночку найти правильный подход. За плечами у Александры Сайтеевой не только десятки выпусков, а также звание почетного работника образования России. Признается, настоящий учитель не только учит считать и писать, а прививает человеческие качества. Поэтому каждую осень педагог садит с детьми деревья. За 20 лет на школьном дворе выросла березовая аллея. Секретом своего успеха она считает искреннюю любовь к детям. За 43 года я вспоминала, иногда вспоминаю, у меня не было такого, чтобы я пришла, вот шла на работу, что тяжело не хочу. У меня откуда-то берется энергия. Наверное, мне эту энергию дают дети. А дети же чувствуют, если их любят, они тоже отдают свою тепло и любовь. Вчера заслуженному педагогу исполнилось 65 лет. Впрочем, несмотря на почетный возраст, Александр Сайтеевой собирается работать и дальше. А это значит больше довольных родителей и благодарных выпускников. Александр Демидов, Юрий Дороздов, телеканал «Моя Удмуртия». В Ижевске планируют обновить городскую ТЭЦ-2. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Т-Плюс» Денис Паслер. Руководитель компании встретился с главой Удмуртии Александром Причаловым. На встречу подвели итоги первых лет концессии ижевских теплосетей, обсудили объем инвестиций. В следующем году за счет средств концессионера планируется модернизировать ТЭЦ-2. Сейчас мы рассмотрим на базе ТЭЦ-2 тоже обновления генерирующей мощности. В следующем году решение на уровне конкурса будет принято. Внутри компании мы такое решение для себя приняли. И в случае отбора в следующем году, в марте месяце, мы еще привлекем порядка 5 миллиардов рублей в Ижевск. Также Денис Паслер отметил, за первые два года концессии в Ижевске удалось почти вдвое снизить аварийность теплосетей. В четыре раза выросло число реконструкций ЦТП. А вот самые добросовестные плательщики за коммунальные услуги сегодня стали обладателями бытовой техники. В поощрительном проекте от энергетиков участвовали самые ответственные клиенты со всей Удмуртии. И с подробностями Елена Буховская. Я надеюсь, вы донесете смысл. Спасибо вам за тепло, за уют. Несколько раз в год, в том числе в ноябре, в офисе энергосбыта собираются вместе самые добросовестные жильцы. Они аккуратно в срок платят за коммуналку и не имеют задолженностей. Порядочные плательщики – победители акции от энергетиков. Осенний марафон. Раздался звонок, говорила девушка, что я выиграл пылесос. Я регулярно пользуюсь электронными сервисами компании. Оплачиваю регулярно. Очень приятно за такой подарок. У нас еще не было мультиварки. Мы, конечно, всегда оплачиваем вовремя. И всю жизнь это так было. Мы так приучены с детства. Всего для победителей розыгрыша приготовили больше сотни презентов. Это популярная бытовая техника, мультиварки, пылесосы, микроволновки. Сотню счастливчиков. Среди 300 тысяч ответственных клиентов со всей Удмуртии. Методом случайного выбора определил компьютер. Программа сама отбирала. Работал генератор случайных чисел и отбирал победителей акции. Победители у нас в каждом районе оказались. Вот так уж совпало. Акция от энергетиков не разовая и не последняя. Впереди новый поощрительный проект. В Новый год без долгов, который «Энергосбыт» проводит совместно со Сбербанком. В этой акции участвуют все наши клиенты, кто заплатил, не имея долгов за ноябрь месяц, и авансовый платеж оплатил за декабрь. Традиционно все хотят же уйти в Новый год, оставить все долги, все проблемы в прошлом году. И направлено тех людей, которые в хлопотах подготовки к Новому году могут забыть оплатить счета. Новая акция в Удмуртии уже стартовала. Имена новогодних победителей назовут в январе. Елена Абуховская, Александр Широбоков. Телеканал «Моя Удмуртия». В республике в ближайшие годы появится новый туберкулезный диспансер, отремонтирует национальную библиотеку, продолжит ремонт дорог. Об этом журналистам рассказал Андрей Исаев. По его словам, со следующего года в России заработает 12 национальных проектов. Так в районах Удмуртии начнут долгожданную реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. В течение трех лет из федерального бюджета будет выделено более 300 миллионов рублей. Решен, наконец, и вопрос за строительством туберкулезного диспансера. Значит, все. Тема решена. На строительство нового лечебного корпуса с поликлиникой туберкулезная больница в Ижевске мы получаем в течение трех лет миллиард 195 миллионов рублей. В полном объеме это будет один из самых современных противотуберкулезных центров в России. Решена, наконец, и судьба национальной библиотеки на ее реконструкцию. За три года Удмуртия получит около 400 миллионов, а в 2019 году около 200 миллионов рублей на развитие туризма. Это направление тоже войдет в число приоритетных. Должны увеличиться в следующем году и объемы ремонта дорог. Более подробное интервью депутата Госдумы Андрея Исаева в нашем эфире сразу после выпуска спортивных новостей. И снова наш проект День Республики. В центре внимания Можга крупный индустриальный и межрайонный культурный центр в юго-западной части Удмуртии. Вот что выдает поисковик на запрос о городе. Но что мы знаем о Можге, в которой проживает почти 50 тысяч человек, что у них нового и чем они гордятся. Сейчас небольшой дайджест. Хоккеисты Можгинского луча на тренировке сегодня гоняют мяч. У ребят два тренера с такой удвоенной интенсивностью работают над тем, чтобы утоптать снежную подушку в хоккейной коробке. Только тогда лед ляжет идеально ровно и не даст трещин. Пока нет своего, трижды в неделю ездит к соседям накрытый за 50 километров. Это мы часов, если в 6 уезжаем, то в 9 мы где-то дома бываем. В 10 даже получается. У нас и уроки никто-то нет. Да, еще уроки надо успевать делать. Поэтому сложности в том, что очень много времени занимает все это. Но скоро у можгинских спортсменов появится своя крытая ледовая арена. Фундамент залит. В ближайшие недели соберут скелет здания. К апрелю коробку через год строители обещают объект сдать. Развивать тут планируют, естественно, хоккей и фигурное катание. Здесь не только ледовая арена. Тут еще есть зал для общих, для волейбола и для баскетбола. Кроме этого, здесь присмотрены помещения для тренировок. Строительство современного спорткомплекса развернули в новом микрорайоне Можги. Дубитель активно растет на месте бывшего одноименного завода. Рядом появятся многоэтажки, строят ясли, а в прошлом году этот микрорайон получил новую школу. Старая стала мала. До этого мы обучались в школе, в которой рассчитано на 350 мест, а у учеников было порядка тысячи. В общем-то, готовы были заниматься уже в три смены. И вот благодаря усилиям мы в прошлом году въехали в это здание. Школа оснащена по последнему слову техникой. В каждом классе интерактивные доски, быстрый интернет. В мастерской для мальчиков налаживают станок с компьютерным управлением. И робототехника здесь доступна в рамках учебного процесса. А в этой школе все очень скромно. Узкие коридоры, нет тренажерки и интерактивных досок, зато на каждый класс по пять олимпиадников. Наши ребята поступают в лучшие вузы России, причем оканчивают их с красными дипломами. Вот один наш выпускник, обучаясь на третьем курсе в ЖГТУ в этом году, приглашен в Германию. Чем еще гордится Можга, покажет наш телеканал. В этом году «Моя Удмуртия» запустила новый телевизионный проект. Это своеобразный ликбез о районах республики и их достижениях. Благодаря участию в этом проекте мы можем показать и заявить о себе, кто мы сегодня есть в муниципальном образовании в городе Можга, как мы работаем. И у нас есть достижения и в труде, и в культурной деятельности, и в спорте, и в других направлениях. О самых значимых достижениях Можги мы расскажем в ближайшие две недели. Марина Балин, Анастасия Редько, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». На этом у нас все. Удачи вам и до встречи. Ромашки, ландыши и розы из города невест Иваново снова привезли в Ижевск производители текстиля. Изделия только из натуральных тканей. Бязь, поплин, шелк, лен. Огромный ассортимент комплектов постельного белья. А еще богатое разнообразие подушек и оригинальных теплых одеял. Растегиваются, получается, два одеяла. Одет одно облегченное, летнее, второе идет демисезонное, среднее. Наполнители разные. Есть бамбуковое волокно, овечьи, шерсти. Самая ходовая, как берут бамбуковое волокно. Оно универсальное, дышит. Зимой под ним тепло. Одеяло здесь покупала. И всегда можно постирать. Пыль не скапливается. Постельное белье тоже мне нравится. Чем? Ну, качество там хорошее, плотное, вроде как бы ткань. Хорошо, долго она, долго служит. Соцветия банных и кухонных полотенец, теплые и мягкие пледы. Трикотаж, детский, женский, мужской. Российское качество по демократичным ценам. Самые популярные подарки к Новому году. Большая текстильная выставка последняя в этом году. Поэтому стоит поторопиться. Все одеяла у нас стеганые. То есть у нас новые технологии машинок шьют. То есть они у нас не скатываются, в комочки не превращаются. Дополнитель остается на месте, даже после стирки. Все постельное белье у нас хлопковое. Можем стирать при 60 градусах, свободно. Наши расцветки вас будут радовать еще очень-очень долго. Поэтому приходите, пожалуйста. Мы вас ждем. У нас 100% хлопка высокого качества. Текстильная Ивановская ярмарка будет работать в Ледовом дворце Ишсталь только до 6 декабря. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...